всем привет с вами дмитрий русул в этом видео я хотел бы чуть-чуть поговорить о функции хайд потому что тоже часто спрашивают как ей пользоваться вообще ничего нужна самом деле очень полезная функция эта функция скрытия каких-то треков каких-то дорожек то есть бывает такое что вы импортируете что-то в проект какие-то бывают дорожки ненужные например там какие-то временные миксы или демо миксы или может быть это альтернативные там записи вокала 0 каких-то партий вы хотите про ты просто их скрыть по умолчанию здесь вот видно что нет никаких функций хайда нужно нажать горячую клавишу h или хайт я нажимаю h и вот теперь у меня появилась функция хайт то есть вот она включена и таким образом я могу здесь отметить нужные точнее скажем не ненужные треки которые хочу скрыть земля хочу скрыть гитарные треки они менее нужны не хочу на них смотреть скажем так их видеть вот и я могу их скрыть дальше опять нажимаю на h тебя становится рыжим цветом говорит о том что сейчас какие-то треки спрятаны то есть и мы видим только то что у нас не спрятано таким образом мы работаем и что там то есть можем таким образом очистить себе пространство для работы то есть это очень удобно и опять же нажимая туда-сюда клавишу h я могу смотреть на эти треки и их скрывать обратно сразу оговорюсь очень важный момент что не забывайте их мютировать или может быть даже полностью митировать сами регионы потому что неоднократно бывает такое что трек замьючен и скрыт в режиме хайд и я слушаю все в порядке и например я замьютировал какие-то дорожки чтобы послушать другие а потом нажимая option youth чтобы размьютить все и проблема в том что прято спрятанные треки тоже размьючиваются и при этом я потом не понимаю откуда у меня какие-то ненужные звуки появляются с какой дорожки этот звук идет это может быть как дополнительная запись вокала и я не могу понять откуда какой-то шум идет такой бывает особенно в перегруженных сессий где там по 40 по 50 по 60 дорожек и из них там 10 вообще не нужных а просто как временные за этим тоже обязательно следите то есть такой практический совет опять же то есть если вы прям хотите трек просто на будущее где-то сохранить замьютируйте его а лучше замьютируйте сами регионы то есть выберите их нажмите control м таким образом даже если вы размьютируйте дорожки то звука с них не будет все регионы все партии на этих дорожках просто замьютированы вот поэтому никаких проблем не будет и можете спокойно там что-то мьютить потом размечивать и хай треки вас не будут волновать и также соответственно их можете скрыть и спокойно работать то есть это очень важно потому что очень часто бывают что люди что-то размечивают выводят а потом уже в микс дауне то есть файли слышат какие-то ненужные партии какие-то звуки не понимает откуда все взялось то есть это вот как правило частенько бывает вот такая вот проблемка так что имеете это тоже ввиду но здесь я думаю все понятно просто бывает спрашивают и я решил вот на эту тему видео записать с каждым обновлением секвенсор logic про обрастает все большим количеством функций меню инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор logic про в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic про это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке ну а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic про а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщение и увлекательнее не откладывая обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику в принципе функция очень полезна опять же для разграничения пространства буду уменьшение особенно если вы работаете на макбуках с маленькой диагональю где все вы не помещается порой иногда очень полезно скрыть какие-то элементы и сфокусируются например только на барабанах на басу а все остальное где-то фоновом режиме играет но вы этого не видите и это вас не отвлекает вот так что очень советую этим воспользоваться ну у меня на этом все в этом видео если остались какие-то вопросы обязательно пишите в комментарии я на все отвечу а так увидимся с вами следующих видео уроков с вами был дмитрий усул всем пока